Всем привет! Меня зовут Илья Кизиров, вы слушаете подкаст Русской службы Би-Би-Си «Что это было?», и в нём, начиная с 24 февраля, мы говорим о войне и её последствиях. Сегодня же мы поговорим о видео, на котором запечатлена внесудебная казнь сдавшегося в плен бойца ЧВК Вагнера. Со мной сейчас в студии корреспондент Би-Би-Си Илья Барабанов. Привет, Илья! Да, привет! Ты можешь без лишних, пожалуй, подробностей описать, что на этом видео происходит? Ну, описывать это видео с подробностями, правда, не хочется, потому что оно действительно максимально ужасное. На выходных телеграм-каналы, связанные с ЧВК Вагнер, распространили запись, на которой запечатлён бывший зэк, который был завербован в ЧВК Вагнер, отправился на фронт, там сдался в плен, на видео, находясь в украинском плену, рассказал, что сдался он добровольно и вообще желал бы воевать на стороне вооружённых сил Украины. Но вот оказался он обратно в расположении, видимо, этих российских наёмников, где они на видео его так показательно казнили. Этот ролик снят в каком-то тёмном подвальном, похожем, помещении. Голову пленного примотали скотчем к каким-то кирпичам. Он на камеру рассказал о том, что вот, значит, якобы его как-то похитили из Киева, привезли в этот подвал, где ему сказали, что его будут судить. После чего без всякого суда и следствия этого бывшего заключённого просто забивают молотом. А насколько это видео верифицируемо? Оно с трудом верифицируемо, потому что невозможно понять, нигде это снято, никто совершает это преступление, лица убийцы нужно мы не видим. Но наши источники в Киеве предполагают и говорят о том, что нужно вернулся в расположение ЧВК после одного из недавних обменов. Хорошо, но про обмен мы поговорим немного позже. А теперь можешь подробнее немного рассказать о том, кто, в общем, такой Евгений Нужин. Вот вкратце пересказать его интервью, о котором ты уже упоминал. Евгений Нужин бывший зэк, который больше 20 лет, по-моему, отсидел в колонии. Он судим за два, кажется, убийства. То есть такой убийца, рецидивист, человек, который просидел почти всю свою сознательную жизнь. В общем-то, если бы он не завербовался, а потом не сдался бы в плен и не начал давать интервью, то, наверное, никто бы никогда судьбой этого человека не заинтересовался. Но вот после его пленения он стал весьма медиан, скажем так, в Украине. Дал там несколько интервью, несколько раз выступал. И поэтому, видимо, вот для Евгения Пригожина было каким-то таким принципиальным личным вопросом его вернуть и публично наказать. А как у него получилось сдаться в плен? Сам Нужин рассказал о том, что якобы вот он чуть ли не добровольно вышел на украинские позиции и сдался в плен. Но насколько это так или не так, понять довольно сложно. Мы видим, что там пятый месяц на Бахмутск-Артемовском направлении идут довольно тяжелые бои. ЧВК Вагнер пытается все эти месяцы штурмовать этот город. И понятно, что там, в общем, каждый день кто-то гибнет, кто-то попадает в плен. Ну и, может быть, иногда некоторые военнопленные, желая, возможно, как-то смягчить свою судьбу, заявляют о том, что они это сделали сами добровольно. Хорошо. А давай теперь поговорим о теориях. Ты уже начал об этом говорить. Как он мог оказаться в руках Вагнера? Есть слова самого Нужина о том, что он шел по Киеву и его кто-то ударил. Есть твои источники, да, которые говорят об обмене? Ну да. Конечно, представить себе, что человек просто спокойно гулял по Киеву, значит, бывший зэк, российский военнопленный, это тяжело вообще представимо. Я разговаривал с несколькими людьми в Киеве, которые имеют представление о том, как идет сейчас обменный процесс. Они говорят, что там разные есть, как это называется теперь, треки или направления. Там с украинской стороны этим занимается главное управление разведки. С российской таких переговорных групп несколько. Есть какая-то переговорная группа, значит, при официальном российском генштабе. Есть какие-то люди, которые занимаются, значит, обменами своих в Донецке. И есть вот отдельное направление именно с пригожинцами, с вагнеровцами. Вот там на этом Бахмутском участке фронта периодически проходят какие-то обмены между ВСУ и наемниками. То есть у наемников есть свой обменный фонд, да? Ну, естественно. Там они держат довольно большой участок фронта, поэтому там к ним тоже попадают какие-то украинские пленные. Часто надо менять тела погибших. Мне рассказывали, что бывали такие случаи, когда там, наоборот, там вот пригожинцы требовали там своих каких-то живых пленных, а в обмен, значит, возвращали тела погибших украинских военнослужащих. Поэтому разные бывают случаи и там разные переговорные случаются ситуации. Но все-таки как же так получилось? Украина обещала не выдавать тех, кто не хочет. Нужин давал интервью, был, как ты говоришь, довольно медийным. Говорил, что хотел вообще воевать за Украину. И вот вдруг оказался в руках вагнеровцев. Ну, это да, конечно, такая сложная, щепетильная ситуация. Надо понимать, идет война, да, пускай это там цинично и жестоко прозвучит, но, конечно, для Украины важнее всего это вернуть живыми и здоровыми своих военнослужащих, а не спасать каких-то там российских зэков. Ну и вообще Киев продвигал историю с добровольной издачей в плен для российских солдат. Они там делали проект «Хочу жить». И теперь, получается, эта история тоже как бы дискредитирована, да? Ну, как дискредитирована? Сейчас с той стороны мы тоже слышим такие вот рассказы, что, ну, если вот человек прям добровольно обращается через, значит, «хочу жить», то тогда ему якобы там что-то будет гарантировано. Но что конкретно нужен, задавался не по этой линии. Там говорят о том, что он якобы, значит, какой-то полиграф не прошел, и что, может быть, его как раз наоборот подозревали в том, что он такой засланный агент. Ну, засланный или не засланный, это уже дело вторичное. Самое главное там, что закончилась эта история, конечно, максимально печально, потому что подобного рода публичные казни — это что-то из арсеналов, там, не знаю, террористического исламского государства. Но, конечно, там в 21 веке такое абсолютно недопустимо, никто из нормальных здравых людей так не поступает. А вообще есть какой-то способ у Киева, у властей Украины не возвращать в Россию таких, как нужен, тех, кто сдался добровольно? Нет, ну, наверное, есть. Понимаешь, конечно, наверное, там, если какие-то особо там ценные кадры, наверное, их там можно не менять. Или если там человек принципиально, значит, не хочет возвращаться. Но, конечно, никто никаких гарантий в условиях войны никому дать не может. Опять-таки же, ну, важно понимать, что задача номер один для Киева — это возврат своих граждан, своих пленных. Давайте перевернемся к видео. Можешь рассказать, как и где это видео вообще появилось, и кому может быть выгодно его появление? Оно было выложено в телеграм-каналах, которые связывают с ЧВК «Вагнер». Ну, а кому выгодно его появление? Ну, эта ситуация довольно понятна. Мы понимаем, что Евгений Пригожин получил, значит, от самого верха мандат на то, чтобы ездить по колониям и заниматься этой вербовкой зэков. И, видимо, после того, как появились ролики с этим Нужином, где он рассказывает о своей добровольной сдаче в плен и желании воевать для ВСУ, видимо, для Евгения Викторовича это было таким принципиальным моментом — вернуть его и показательно казнить, чтобы, значит, все остальные его бойцы больше ни в коем случае даже не помышляли о том, чтобы куда-то там сдаваться, чтобы теперь вот все эти завербованные им зэки понимают, какая судьба их ждет в том случае, если, значит, они сдадутся в плен ВСУ. И вообще похожее видео мы видели, кажется, в 2017 году, тогда наемники из Вагнера избивали кого-то кувалдой, но в Сирии. Ты можешь рассказать подробнее про тот случай? Да, такая зверская история тоже была. Тогда они публично казнили какого-то, значит, случайного сирийского военнослужащего, который, как они потом говорили, якобы был дезертиром. Его тоже забили этими кувалдами. Непонятно, зачем это сняли на телефон, потом это как-то попало в интернет. Но даже тогда среди наемников все-таки этот случай воспринимался как эксцесс. Говорили, что даже якобы, значит, какие-то дисциплинарные меры были приняты по отношению к этим людям. А теперь это становится нормой, потому что, видимо, это был реально приказ от самого Пригожина именно так провести и зафиксировать эту казнь. А сам Пригожин-то, кстати, как-то это комментирует? Он очень обтекаемо все это комментирует, что это, значит, какая-то там киношная история, которая смотрится на одном дыхании. Евгений Викторович, очевидно, доволен тем, что произошло. И, видимо, он доволен тем медийным эффектом, который он получил. А официальные лица что-то говорят, российские. Все-таки вот происходит на видео убийство гражданина России. Да, это, конечно, самая такая фантастическая вещь, что все российские силовики, в первую очередь СК Александр Иванович Бастрыкин, которые возбуждаются по любому самому несущественному поводу, в данном случае просто воды в рот набрали. И Песков говорит, что там это не дело Кремля, они комментировать не будут. Бастрыкин просто маучит. И, в общем, это же не первый случай, потому что мы видели в этих роликах, когда Пригожин выступает в колониях, как он довольно откровенно рассказывал зэкам, что там за неприновение они могут быть расстреляны. Тот же Нужин, когда попал в плен, рассказывал о том, что такие случаи расстрелов и внесудебных казней вполне себе, значит, в частях ЧВК практикуются. Фактически Евгений Викторович Пригожин просто вот так вот открыто заявляет, что для него российское законодательство не указ, как он хочет поступать с этими людьми, так он с ними и будет поступать. Но все-таки ты писал о том, что этим видео Пригожин как бы сам подписал себе приговор. Можешь подробнее развить эту мысль? Вообще в любом государстве монополия на насилие должна принадлежать самому государству. Если государство теряет эту монополию на насилие, то это один из признаков так называемого fail state, разрушенного государства. В принципе, в России таких признаков уже довольно много, начиная с того, что российские власти, значит, заявляют какие-то свои границы, которые они не контролируют. Они считают Херсон, значит, столицей субъекта Федерации России, а в Херсоне сегодня мы видим, там Владимир Зеленский поднимает украинский флаг. Какой-то там бизнесмен, значит, может себе позволять просто, значит, расстреливать других граждан России или вот, значит, подобного рода образом их казнить с помощью молота. Понятно, что все это выходит, скажем так, сильно выходит за рамки нормального. И в какой-то момент государству надо будет эта монополия на насилие себе вернуть. В таком случае решать проблему Евгения Викторовича Пригожина российским властям в какой-то момент придется. Потому что, ну, не может какой-то бизнесмен, значит, от своего имени вершить судьбы людей и крошить их головы молотом. Но, кажется, ну, подобного рода расправы, может быть, не такие жестокие все-таки в России уже происходили. Может быть, не так публично, опять же, вспомним Чечню. Да, в Чечне у Рамзана Кадырова есть своя монополия на насилие. Он там позволяет, значит, себе многое в отношении своих оппонентов. Но Чечня это все-таки, значит, немножко особая история. Там было две войны. И понятно, что у Рамзана Кадырова там есть свой мандат от Владимира Путина на многое такое, что не позволено другим главам субъектов федерации. Но все-таки Рамзан Кадыров, как ни крутись официальное лицо, он руководит, значит, Чечной. А Евгений Пригожин это, извините, кто? Это какой-то петербургский, значит, бизнесмен-ресторатор? Если сейчас он может казнить Евгения Нужина где-то там в ЛНР или в ДНРском подвале, что ему помешает там через месяц точно так же расправляться с какими-нибудь своими оппонентами, там, не знаю, в Петербурге или Москве? Или это теперь для России станет нормой, что можно казнить каких-то людей? Ну, это же дичь. Кстати, а сам процесс вербовки в тюрьмах, он до сих пор продолжается? Насколько мы можем понимать, да, процесс вербовки продолжается. Об этом постоянно сообщают разного рода правозащитники от там проекта ГУЛАГУНЕТ до Руси Сидящей. Вагнеровцы продолжают набирать заключенных, продолжают бросать их на это бахмутско-артемовское направление. Среди них огромный процент потерь, но это не останавливает зэков. Зэки продолжают вербоваться, видимо, в надежде там как-то выжить и через полгода получить амнистию. Как ты думаешь, вот публикация этого видео как-то повлияет на вербовку? Это очень хороший вопрос. Но как бы понятно, что это да, в первую очередь это видео для всех остальных зэков. И понятно, что среди них моментально распространится там информация о судьбе нужна. Ну, может быть, кто-то задумается, может быть, кто-то не подпишет контракт. Но как бы все уже завербовавшиеся теперь действительно будут, видимо, драться до последнего, стараясь ни в коем случае не попасть в плен, понимая, что им за тем светит. Хорошо. И последний вопрос. Ты уже говорил, что заключенные воюют на бахмутско-артемовском направлении. Можешь подробнее описать вот эту вот линию фронта, которая под них выделена? На самом деле это довольно тоже странная история, потому что, когда в середине лета начинались эти штурмовые действия, оперативно-тактический замысел, в общем, был понятен. Идея была в том, что пригожинские ЧВК попытаются захватить Бахмут, он же бывший Артемовск, после чего это создаст такой плацдарм, и вместе с изюмской группировкой российских войск они вместе начнут наступление на славянско-карматорскую агломерацию. Но, в общем, после поражения российской армии в Харьковской области, после того, как этот изюмский плацдарм был потерян, большого оперативно-тактического смысла в штурме Бахмута теперь нет. Но задача перед Пригожиным поставлена, он продолжает ее решать, не считаясь с жертвами, и штурмовые действия в отношении этого города продолжаются вот уже пятый месяц. Ну, то есть ты говоришь, что эти вот войска Пригожина не очень эффективны, да? Да, это самое интересное в этой истории, что Евгению Пригожину очень хочется выглядеть каким-то таким вот эффективным военным менеджером. Вместе с Рамзаном Кадыровым он позволяет себе критиковать там генштаб и отдельных генералов. Вспомним историю генерала Лапина. Но при этом сам Пригожин, в общем-то, никаких успехов не добивается. И не то, чтобы он был сильно эффективнее, чем все эти генералы. Его зэки и отряды пытаются штурмовать Бахмут уже пятый месяц, и успеха не достигают. Спасибо, Илья. Это был мой коллега Илья Барабанов. Вы слушали подкаст «Что это было?». Его можно найти на нашем сайте, в соцсетях, в Apple-подкастах и на других платформах, в том числе и на YouTube. Подписывайтесь на нас, оставляйте оценки, ставьте лайки и комментируйте. Так о нашем подкасте узнает еще больше слушателей. Меня зовут Илья Кизиров. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова